Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Катя и вы на канале Кейтфиткиллер. Если вы первый раз зашли на этот канал, посвящен исключительно тому, как я худею с большого веса после многолетней обжираловки. Да, если вы спросите, почему же не водоросли, как я вам обещала, а колономак, вы знаете, это какое-то неправильное стечение обстоятельств. Каждый раз, когда я снимаю водоросли, у меня что-то происходит с камерой, у меня половина видео обрезается, и я вообще в такой истерике, я думаю, просто Нептун ко мне не благосклонен. Но, да, я думала, ну все, сегодня я обязательно сниму про водоросли, и в итоге, когда я поняла, что после этих всех многочисленных съемок я уже почти съела все свои водоросли, поэтому мне придется еще раз съездить в китайский и японский магазин и купить там новую добавку, чтобы вам снять. Да, так что вот, почему сегодня соль черная, черная соль колономак, это пакистанская индийская соль, добывают ее на пакистанских индийских северных озерах. Чем она уникальна, и почему именно я, худеющий человек, выбрала ее, потому что в этой соли гораздо меньше хлорида натрия, чем в любой другой, в любой обычной морской соли, не говоря уже о поваренной, и о всяких других более-менее нормальных солей. И еще она содержит интересный очень витаминный комплекс для соли, это йод, кальций, калий и магний, что в принципе любому худеющему человеку очень нужно. Чем она прикольная, и чем она действительно отличается от другой любой белой соли? Во-первых, она выглядит вот так вот, это такие черные, это вот такие черные большие куски, непонятно чего, вот такое, они не черные, они на самом деле розовые, если камера видна, и все, они розового цвета, и если вы их добавляете в любую еду, они превращаются в черный цвет, то есть из этих розовых камушков превращаются в черный цвет. Вторая вещь, которая более уникальна и не подходит, может быть, абсолютно к любой еде, это то, что у них вкус вареных яиц. То есть помните, ну давайте вернемся немного в детство, когда мы все ездили с экскурсиями в школьных автобусах и во всякие такие мероприятия, я всегда помню, как только двери закрывались, все доставали свои завтраки, и по автобусу разносился запах вот этих вареных яиц, так вот это вот один в один. Да, действительно оно пахнет серой, и оно менее действительно соленое, то есть вот если вы лизнете эту соль, вы понимаете, что она немножко менее соленее, чем обычная морская соль, но вот этот привкус интересный очень, он делает вообще дело. И для меня, как сыроеду, которому недостает мясо, яиц, рыбы или еще что-то, если рыбу я заменяю водоросли, то яичко или еще что-то, я заменяю именно солью коланамак или санчал. Потому что когда вы посыпаете любое блюдо вот этой солью, оно приобретает реально такой, знаете, вот очень я люблю салат из вареных яиц, сыра и майонеза, да, на хлеб. Вот очень что-то типа вот такого вот эта соль дает. Так что обязательно ее пробуйте, она очень интересна. Что еще, какие бонусы она дает организму? Главное, очень интересный, опять же, для худейших человек бонус, это то, что оно, кроме того, что оно просто полезно по витаминам, комплексам, интересное на вкус, так она еще, и это будет работать как слабительное. То есть вот эта соль, она действительно активирует перистальтику кишечника, что, в принципе, любому худеющему человеку и надо. Что еще она делает? Она помогает еде, если вы, в принципе, здесь кушали эту соль вместе с вашей едой, она помогает быстрее усвоиться этой пищи. И еще, если у вас есть сжоги или метеоризма, оно, в принципе, имеет свойство все это тушить. Так что да, еще один плюс этой соли. Она очень хорошо влияет на зрительный аппарат, и очень она хорошо влияет на головной мозг. Эта соль очень быстро выходит из организма, она не задерживается, она не накапливается, она проходит через нас и оставляет только хорошее послевкусие. Я живу в Англии, и в Англии очень большое скопление разных национальностей, поэтому у нас очень много всевозможных магазинов китайских, японских, пакистанских, индийских. В общем, просто взрыв. И вот эта соль, колонома, которую я не знаю, сколько она стоит в России, я брать не буду. Эта соль у нас стоит в пакете где-то с такими 9-10 кристалликов, вот таких, как эта, стоит меньше доллара, где-то 80 центов, поэтому у нас это очень выгодно, это совершенно недорого, и тем более, почему бы не есть намного лучшую соль, чем обычную какую-то неполезную. Так вот, делюсь вам одним из моих любимых рецептов с колономак. Я беру вот такую булочку, которую я делаю исключительно сама. Это проростки пшеницы, которые я сама проращиваю. Я все это делаю, разрубливаю, добавляю туда свежий лук, красную паприку, помидорки, и все это сушу в дегидраторе. Сушится это довольно долго, на 30, где-то 35 градусов температура. Это как раз та температура, которая позволяет всем витаминам и всем веществам не испаряться во время приготовки еды. Так что вот такая лепешечка. На эту лепешечку я кладу, например, огурцы. На эту лепешечку я кладу огурчики. Вот так вот. И крошу на это все сменечкой соль колономак. Соль колономак. И получается вот такая вкуснотища. Если я хочу что-нибудь более пожирнее, интереснее, тогда это все можно намазать авокадо. И вот такой красивый сэндвич. Получается совершенно приятно. Совершенно просто супер польза для организма. Всем приятного аппетита! Да, так что эта приправа очень знаменита в Индии. Вы ее можете найти, если вы поедете в Индию, в любых каких-то особенных блюдах. Самое распространенное в Индии блюдо, в которое добавляется индийская соль, это чат масало. На самом деле я его никогда не пробовала, потому что они фанаты индийской кухни. Но если вы пробовали, если вы знаете какой-то такой знакомый вкус, яичный вкус, то это как раз придает вот эту соль. Если честно, я иногда себе напоминаю лося, потому что если я понимаю, что за день вообще ничего соленого не ела, так как я сыроеда, все там какие-нибудь смузи, салаты, смузи, просто фрукты или еще что-то, и вечером мне вот прямо очень хочется есть, и я сижу перед телевизором, думаю, боже мой, она что-нибудь не хочет съесть, да я прямо умираю. Я просто иду за своей черной солью, черной солью как лось, и иду так... Она очень классно солененькая, и вкус яичек, прям обалденно. Так что вот, это была серия с того, как я начала рассказывать продукты, которые помогают мне худеть. Обязательно делитесь внизу с продуктами, которые помогают худеть вам, и ставьте обязательно лайк, если понравилось, и если вы решили тоже приобрести эту соль. Да-да-да, я помню, я очень помню про водоросли, тем водоросли будет раскрыто в ближайшее время. Всем спасибо за просмотр, всего вам самого хорошего, пусть у вас все получится, выигрывайте все по миллиону долларов, и здоровья, всего вам самого хорошего, худеем! Ата-та!